Как выбирать сорта картофеля и у кого покупать семена картофеля? Поэтому сорта, прежде всего, надо подбирать по той цели, которую вы преследуете при выращивании картофеля. Для чего вам нужны посадки картофеля? Куда вы их будете девать? На какой рынок поставлять? То ли это будет ранний картофель, то ли это поздний, на промпереработку, на сеть общественного питания. То есть от этого зависит выбор сорта. Сортов сейчас кажется, что очень много в российском реестре. Если кто угадает, скажу, что вы не сильно ошиблись. Ну, назовите, сколько в российском реестре сортов картофеля? 400 членов. Этот рубеж уже пройден, уже 500 сортов в российском реестре. Это очень много. Как выбрать из 500 сортов? Ну, прежде всего, если мы начнем браковать сорта только по, например, по гладкости кожуры, по глубине глазков, по товарности, то из этих 500 останется не больше 100 сортов. Все остальные – это сорта, которые уже свою роль сыграли. Они были созданы в предшествующие периоды. Они свою функцию выполнили. И сейчас о них, можно сказать, можно только вспоминать. Это сорта, которые находятся в музее достижений селекции картофеля. А вот современные сорта, которые создают такие фирмы, как наша, докогенные технологии, они ориентированы как раз на современные требования к картофелю. Например, мы создаем сорта для реализации в премиум-сегменте. То есть у сортов очень хорошая форма клубней, очень высокая товарность. И они дают очень большой доход с гектара тому, кто их выращивает. Посмотрите, мы здесь подкопали на сегодняшний день урожай. Потом вы будете проходить дальше и будете делать выводы, нравится вам этот сорт или нет. Но прежде всего хочу обратить ваше внимание, что при данном испытании сортов, которое, в принципе, должно вести каждое предприятие перед тем, как выбрать себе сорта, нужно соблюдать основной принцип испытания. Это принцип единственного различия. К сожалению, на этом поле он не соблюден, но это даже нехорошо. Вот наши сорта, вот тут стоит дата, это дата посадки, 9 апреля. Пойдете дальше, те сорта посажены на две недели раньше. И при этом урожай наших сортов находится на одном уровне. Какой вывод сделает из этого любой агроном? Он скажет, что доковские сорта дают фору любым другим две недели. Понимаете? И это объективно. Вот посмотрите, урожай он никому не уступает. Это объективные результаты. И сорта, конечно, у нас самые разные. То есть, есть классические сорта с кремовой окраской кожуры и мякотью. Есть у нас очень серьезные сорта с красной кожурой. Это по этой категории мы являемся лидерами российской селекции. Посмотрите вот сюда. Например, сорта вот фламинго и кармен. Это сорта, которые имеют очень красивую кожуру. Даже малиновую, такую яркую, насыщенную. При этом сорт фламинго имеет вообще шикарные вкусовые качества. И очень устойчив к питофторе. Сорт кармен более другого типа. Он более многоклубневый. Но многими не нужны огромные клубни. Надо одинаковый размер. 50-60 миллиметров. И у этого сорта закладка клубни очень хорошая. Это все интенсивные сорта. Они способны давать урожай 60-80 тонн с гектара. При поливе, конечно. Но главное, что когда вы выбрали сорт, возникает вопрос. А где же брать семена? И это очень такой серьезный вопрос в целом для нынешнего ситуации, для сегодняшнего дня. Потому что, например, по импортным семенам возникли проблемы из-за санкционных мероприятий и репрессий, которые предъявляются к нашей стране. И вот мы на этот вопрос как раз и отвечаем очень достойно. Наша фирма является российским предприятием по созданию сортов и производству семян. И мы ведем семеноводство в полном формате. То есть абсолютно независимо ни от кого. Мы абсолютно самостоятельны в семеноводстве. У нас все этапы семеноводства организованы. И по полной схеме. То есть от исходного материала до больших партий элиты и первой репродукции. А ведь это очень большая проблема в целом для картофелеводства. И если, например, тот же реестр оценить по количеству сортов, у которых организовано семеноводство, то из 500 сортов останется всего лишь 25. Все остальные сорта, они существуют только в воображении селекционеров. И это опять же музейные экспонаты. Так вот, наша фирма организует семеноводство на самом высоком уровне. И любой покупатель семян, он должен оценивать производителя семян по каким критериям? Опять же по объективным. То есть в какой зоне расположено предприятие. Для картофеля очень важны климатические условия для качества семян. Семеноводство картофеля организовывается во всем мире, в северных территориях, потому что только за счет такого прохладного климата семена дают большую прибавку урожая. Это называется урожайные свойства. Так вот, докогенные технологии расположены на севере Московской области. С этим у нас все хорошо. Второй фактор успешного семеноводства – это наличие специальной материально-технической базы. Она для семеноводства имеет свои особенности. Третий фактор – это соблюдение технологии выращивания семян. Четвертый – наличие специалистов. И последний, который надо указать обязательно – это открытость фирмы. То есть мы не продаем кота в мешке, к нам в любой момент можно приехать, оценить качество и в полевых условиях, и в период хранения, и перед отгрузкой, и в процессе отгрузки. Это большое преимущество, потому что… Ну попробуйте сейчас съездить в Германию посмотреть семена. Ну попробуйте. У вас навряд ли получится. А вот мы как раз абсолютно независим от этих проблем с импортом, потому что у нас собственное российское производство семян. И вот по этим всем критериям мы абсолютно конкурентоспособны. И уже достойно представляем наши и сорта, и семена на всех рынках Российской Федерации. В заключение хочу сказать, что у нас есть три сорта. Это фламинго, кармен и прайм, которые включены в российский реестр по всем регионам от Калининграда до Сахалина. А этих регионов 12. И это единственные три сорта, у которых такой широкий ареал распространения. И в условиях Ростовской области эти сорта ведут себя достойно. Я повторяю, что при посадке на две недели позже, чем остальных сортов, они дали такой же высокий урожай. На этой высокой ноте я и заканчиваю свою краткую информацию. Спасибо. А для юга, Сергей Александрович, что вы порекомендовали бы? Вот именно эти три сорта, фламинго, кармен и прайм, или что-то другое? Ну вот выбор сортов у нас очень широкий, а каждый покупатель потенциально, он выбирает себе один-два сорта. И, конечно, по своим критериям. То есть, как самый ранний картофель у нас абсолютно конкурентоспособны сорта реал и ластрада. Если повозвратитесь немножко назад, вы видите, ластрада кажется таким вот, немножко даже, ну, не выделяющимся внешним сортом. Но по размеру клубни, по товарности, этот сорт обеспечивает самые высокие показатели именно на юге России. Точно так и сорт реал. У нас есть и более перспективные сорта, они сейчас в испытании. Сорт Оскар, краснокожуры, тоже очень ранний сорт. Но хочу обратить ваше внимание, что, по большому счету, за сверхранним урожаем гоняться уже большого смысла нет. Все производители начинают понимать, что это очень кратковременный период реализации раннего картофеля по высокой цене. Лучше ориентироваться все-таки на более длительную продажу картофеля с максимальной урожайностью и с максимальным качеством. И мы это наблюдаем, эту тенденцию не только в Ростовской области, но и в Краснодарском крае, в Ставрополе, в Астрахани. И в этом регионе люди уже стали обращать внимание, что надо, в общем-то, более спокойно выращивать картофель. Потому что, ну, к сожалению, мы такую имеем тенденцию, что наше государство абсолютно не защищает свой внутренний рынок. И очень большие поставки идут картофеля из других стран. Что, в принципе, любое солидное государство не должно было бы допускать при наличии собственной продукции. Но, к сожалению, у нас такая сейчас, ну, такая обстановка. Надеюсь, что это с этим как-то все поправится более-менее. Насколько часто вы рекомендуете обновлять семена? Ну, в Южном регионе, конечно, товаропроизводитель ориентируется на быстрое сортообновление. Это правильно, потому что климатические условия не позволяют выращивать здесь семенной материал. Но все-таки многие уже приспособились выращивать урожай семян во вторую вегетацию. Ну, это, в общем-то, логично и правильно. Но ежегодное обновление на семенной участок – это абсолютно, ну, рациональный способ. Рациональный. Уважение оправданное. Да, да, абсолютно оправданное, тем более при российском производстве семян. Ну, я хочу еще вам сказать такую цифру. Недавно увидел контракт случайно при поставке европейского семенного картофеля в Среднюю Азию. Я просто чуть ли не упал. Получается, что европейские фирмы продают в Среднюю Азию картофель семенной в полтора раза дешевле, чем в Россию. Ну, и сколько они нас еще будут дурить? Ну, сколько это можно терпеть? Надо ориентироваться на собственные семена. Тем более, вы же специалисты, и вы посмотрите, прежде всего, на качество растений, на здоровье. Вы же видите, что это абсолютно стандартный материал, и он доступен по цене, он в два раза дешевле, чем импортный семян, чем импортный семенной материал. Есть вопросы, Сергей Александрович? Поздние сорта какие здесь? Самое, значит, урожайное по итогам сезона сорта – это вот Прайм Кинсман. И у нас еще есть несколько таких сортов, они дают по итогу до 80-90 тонн с гектара. И, конечно, у них очень хорошая лёжкость, это классический картофель, пригодный для мойки, для упаковки. Да, столовая. Мы не открывали линейку технических сортов пока, она у нас только в перспективе, но уже в этом году мы передадим первый сорт на государственные испытания чипсового направления. Я представляю компанию Малянов Агрогрупп, и в двух словах хотел бы сказать, чем же мы занимаемся. Мы позиционируем себя как селекционно-семеноведческая компания, то бишь занимаемся не только производством семенного картофеля, но уже буквально с 2016 года серьезно, профессионально начали заниматься селекцией. Это требует сегодняшнее время, обстоятельства и так далее. И поэтому, уважаемые коллеги, у вас есть сегодня уникальная возможность ознакомиться новинками селекции картофеля, которые представили мы наряду с нашими коллегами из разных селекционных компаний. И мы, в том числе, как семеноводческая селекционная компания, хотели бы ознакомить вас с теми сортами, которые востребованы на сегодня рынком. Да, сегодня очень широкий спектр госреестров, которые сегодня тоже затронули, более 400 сортов. И мы вот с коллегами хотели бы сузить ваш выбор и предоставить возможность из этого многообразия выбрать те сорта, которые вы хотели бы. И вот среди огромного многообразия мы хотели бы ознакомить вас с одним сортом. Red Fantasy краснокожурные. Мы знаем, что рынок в последние годы требует желтокожурные сорта, но бывают годы, когда же мы должны отвечать запросам современного рынка и краснокожурные сорта. Чем же этот сорт может отличиться из-за огромного многообразия? Прежде всего, конечно, высокий урожай, это должно быть. Но из-за особенностей этого сорта я хотел бы уделить то, что сорта должны быть отвечать требованиям современности. Прежде всего, механизированной уборки. Мы знаем, что каждый год мы сталкиваемся с трудностями привлечения людей для уборки картофеля. Мы должны быть механизированы. И сегодня наши коллеги Гримма прекрасно показали, как это можно уменьшить. Но техникой только здесь мы не можем обойтись и должны предоставить возможности сорта. И среди краснокожурных сортов от этой особенности устойчивости механизированной уборки относится к, конечно, сорт Red Fantasy. Сорта, в двух словах, среднеспелый, 90 дней имеет срок созревания. И еще важная особенность этого сорта, что он имеет двойную кожуру. Это вот немаловажно. Потому что, когда при уборке обдирается кожура, и там, вот как мы видим, под кожурник тоже красный. Это вот очень важная особенность новых сортов, которые влияют на качество. Далее, уважаемые коллеги, следующий сорт коммерческий. Да, это на сегодняшний день европейские сорта. Но эти сорта имеют уже прописку в России. И в ближайшие два года, если даже там какие-то форс-мажоры случатся, мы имеем возможность предоставить нашим покупателям, заинтересованным, поставки качественного сорта. Чем же этот сорт отличается среди огромного многообразия? Особенность этого сорта, что если вы хотите получить сорт с максимальной товарностью, то вот из огромного многообразия данный сорт Rainbow заслуживает внимания. Закладка у него с одного куста 10-12 штук, из них практически 95% все они будут товарные. То есть для нас, для семеноводов, конечно, это особенность не особая, потому что мы должны все-таки получить семеноводство. Но, зная богатый опыт уже более 20 лет, мы уже научились знать особенности каждого сорта. То есть при производстве, поставляя нашим покупателям, мы уже даем, не только поставляем качественные семена, но и предоставляем огромную информацию о особенности технологий каждого сорта. Далее, уважаемые коллеги, хотел бы ознакомить вас с новинкой этого сезона нашей компании, сорт Лисана. Да, мы как бы не хотели, как бы не крутились, то есть особенно в южном регионе, очень востребованные сорта ранней группы спелости. Данный сорт у Лисана именно относится к этой группе, к такой группе ультраранних сортов, ривьеры, коломбо, сорт Лисана. Да, они европейские селекции, но он на сегодняшний день востребован. Чем же этот сорт может быть отличиться? Высокой урожайностью. И еще очень важное, особенно этого сорта, хотел бы об этом, прочные кожуры. Мы видели, да, на сегодняшний день, что это качество очень важно, потому что мы не только должны убирать качественные картофели, мы же должны убирать еще прочные кожуры, потому что это цена, это сохранность, и тем более конечный результат. Поэтому хотел бы обратить на это сорт, сорт Лисана. И мне сегодня еще коллеги тоже задавали вопрос, а как сорт относится к мойке, потому что хотим мы этого, не хотим, то в ближайшие 2-3 года мы уже должны подобрать только те сорта по зоорынку потребления, что они должны идеально подойти для мойки. А здесь уже вот именно мы специально подошли с таким подходом, показом не только потенциал сорта, как он выглядит с одного куста, так же, как он должен выглядеть после уборки. Поэтому есть здесь вот уникальная возможность посмотреть, потрогать особенности этого сорта и обратить на него еще внимание. Следующий сорт, уважаемые коллеги, сорт Саньява. Да, здесь вот если посмотреть, сразу на глаза бросается однородность. Да, этот сорт, который имеет особенность, на что хотел бы обратить внимание. Даже здесь производители южного региона уже на сегодняшний день должны иметь у себя хранилище. Почему? Потому что, да, ранняя продукция, она востребована, но мы уже должны иметь ассортимент сортов сорта, который имеет высокий потенциал лёжкости. То в этом сегменте данный сорт заслуживает внимания. Да, сорт Саньява. Потенциал огромный. Я имею в виду урожайность 50, 60, 70 тонн. Это возможно. И с одного куста получается закладка от 15 до 20 штук. И все клубни, получается, они однородные и высокая товарность. И сорт можно отнести к премиум-классу, который можно отличного качества поставить в мытом виде. И многочисленные тестовые пробы наших переработчиков показало, что этот сорт имеет высокий потенциал лёжкости на полках наших магазинов и супермаркетов. Ну, это вот коротко я ознакомил вас с теми коммерческими сортами, которые мы готовы вам предоставить. Но ещё я говорил, что мы селекционная компания. И мы уже буквально последние 5-6 лет занимаемся в полотной селекции. И в этом году ещё не смогли предоставить вам новые селекционные материалы. Я думаю, при последующих наших мероприятиях мы уже ознакомим вас с уникальными сортами собственной селекции. Но это, я думаю, уже перспектива. Мои коллеги, меня зовут Денис. Я являюсь агроменеджером компании Норико Славия. Компания Норико Славия это эксклюзивный представитель компании Норико Германии. Здесь наши предыдущие коллеги говорили, что очень сложно и опасно связываться с импортной селекцией. Хочу вас успокоить. В этом году мы всё завезли. У нас с 2013 года работает процесс оригинального семеноводства здесь в России. То есть мы здесь черенкуем микрорастения. У нас здесь и мини-клубни, и всё остальное. То есть весь цикл семеноводства здесь замкнут с 2013 года. Поэтому мы можем вам спокойно гарантировать, что мы работаем, и наши площадки семеноводства только увеличиваются. Как я уже сказал, работаем с полным циклом семеноводства на территории России с 2013 года. Работаем мы в трёх-четырёх направлениях. Это столовый картофель, картофель для производства фри, картофель для производства чипсов и картофель для крахмала. На данной площадке представлены сорта исключительно для столового проекта. Первый сорт, который я хочу вам представить, сорт Вега. На южном регионе он довольно известен. В основном южане его используют для вторых посадок. Сорт у нас среднеспелый. Сорт имеет овальную форму клубня, жёлтую кожуру, жёлтую мякоть, довольно гладкую поверхность кожуры, довольно мелкие залегания глазков. Сорт очень стрессоустойчив. По этому сорту хочу сказать, что у него очень длительный период естественного покоя, то есть хранится очень хорошо. Очень мощная корневая система. Клубни закладываются на уровне маточного и немножко ниже. Но на Веге есть особенность. Несмотря на её срок созревания, нужно её обязательно не перекармливать азотом. То есть азот нужен в пределах 140 кг. Это на поливных площадях. Почему? Потому что у Веге есть особенность генетическая. Весь прирост урожая основной она даёт за 2-3 недели до конца её биологического созревания. Поэтому, если мы с вами перекормим ботву, то, соответственно, в процессе диссимиляции оттока питательных веществ могут возникнуть вопросы. Поэтому мы вам не рекомендуем этот сорт перекармливать. Следующий сорт, хотел я вам представить, кстати, очень известный, ну, наверное, самый наш популярный сорт Гала. То есть один из родителей Веги является сорт Гала. Но в отличие от Галы, закладывает где-то в пределах 14-16 клубней. Следующий сорт, сорт Венди. Лёжкость Веги порядка 8 баллов из 9. То есть она лежит очень-очень долго спит. И для того... У Галы чуть поменьше. Её где-то 7-7,5. Вот. Поэтому на Вегу, если кто-то хочет её там в первые посадки выращивать, многие выращивают регионы, обязательно рекомендуем сорта прогревать, потому что период, естественно, покоя очень-очень длинный для получения дружных сходов. Следующий сорт, сорт Венди. Венди это сорт тоже столовый. И одним из тоже родителей её является сорт Гала. Сорт среднеспелый. Он по сроку созревания чуть-чуть попозже Веги. По форме он немножко более... имеет более овальную форму клубня. Также закладывает где-то в пределах 14-16 клубней под кустом. Но клубни прирастают у него равномерно, в отличие от Веги. То есть он растёт с момента клубни образования равномерно. Поэтому азота ей можно в пределах давать 140-160 килограмм. Также хочу сказать, что Венди это самый длинный наш сорт по сроку хранения. У него практически 9 баллов из 9. То есть он лежит очень-очень-очень долго. Вот. То есть такая есть особенность, если вы хотите на ранний урожай, ну и с учётом срока хранения, мы не рекомендуем эти сорта в первые посадки. То есть в ранние самые посадки. То есть это средние и более поздние сроки оптимальных посадок картофеля. Хочу и в следующий сорт представить вам новинку нашу. Это сорт из ранней группы созревания. Сорт называется Аксения. У этого сорта 65 дней вегетации. Это от сходов до конца биологического созревания. Сорт закладывает где-то в пределах от 10 до 12 клубней под кустом. Имеет вытянутую овальную форму. Но несмотря на это, хочу сказать, что он очень устойчив к механической уборке. Несмотря на ранний срок созревания, у него практически 7 баллов по хранению. То есть он может лежать очень-очень долго. Сорту требуется где-то не более 140 кг. Азлота, как и в принципе, для всех ранних сортов. Сорт довольно устойчив к альтернариозу и фитофторозу. 65 дней. Ну 65, может быть, иногда чуть-чуть до 70. Ну, скажем так, конец ранней группы спелости у нее. Где-то вот так. Следующий сорт. Сорт из группы... Краснокожурых. Это сорт Baltic Rose. Это средне-ранний сорт. Это в пределах 80-85 дней созревания. Сорт очень красивый. У него розовая кожура. Желтая мякоть. Имеет овальную форму клубня. Довольно мелкое залегание глазков. Сорт у нас довольно, можно сказать, очень стрессоустойчивый. Иногда даже для багарного земледелия. То есть, корневая система довольно залегает глубоко. И на перепады, скажем, с температурой влаги он не очень сильно реагирует. У сорта довольно длительный период естественного покоя. Нужно где-то в пределах 160 килограмм азота. Азот мы рекомендуем вносить две трети нормы. Это перед посадкой, во время посадки, момент перед гребнеобразованием. И одну треть азота оставляем в подкормке до размера клубня где-то полтора-два сантиметра. По Baltic Rose хочу сразу предупредить. Высаживать его нужно немножко чуть-чуть ниже от обычной вашей посадки. Почему? Потому что клубнеобразование у этого сорта происходит на уровне маточного и немножко выше. Поэтому для этого сорта нужны довольно объемные клубни. Гребни, извините. То есть высота почвы от верхушки маточного клубня до поверхности вашего гребня должна составлять в пределах 16-18 сантиметров. Следующий сорт, сорт Инара. Сорт Инара, он у нас хоть и среднеспелый, но он где-то на границе средне-раннего, среднеспелой группы. Это где-то 85 дней. Сорт очень красивый оптический. Посмотрите на него. Он имеет продолговатую вытянутую форму клубня, очень гладкая кожура, очень мелкие глазки, очень привлекательный оптический. Этот сорт имеет немножко средний период естественного покоя. То есть где-то в пределах 6-7 баллов. Что хочу еще отметить по этому сорту, также довольно очень стрессоустойчивый. Вы закладываете от 14 до 16 клубни под кустом. Но вы знаете, какая история. Многие говорят, нам не нужен продолговатый сорт, потому что мы боимся механики. Но хочу вас успокоить, что по этому сорту этих вопросов не возникнет. То есть у него кожура хорошо вызревает, и он очень хорош, пригоден для механической уборки. Ну и последний сорт, это из группы средне-поздних сортов, также краснокожуры. Наш довольно уже старый сорт, сорт Мерлот. Сорт, который имеет, как уже мои коллеги говорили, двойной подкожурок. Он красного цвета, с приятной кремовой мякотью. Сорт имеет также продолговатую форму клубня, довольно мелкие глазки, но период вегетации у него где-то 90-95 дней. Вегетации. То есть он для, если у кого-то есть конвейер, вот в частности, как в данном хозяйстве, когда нужны ранние сорта, средне-ранние сорта, средне-спелые сорта, и попозже для конвейера уборки, то вполне пригоден сорт, хорошо себя чувствует на южном регионе. Также имеет очень длительный период хранения. По азоту где-то в пределах 160-170 кг азота. Ну и также на все сорта, которые имеют длительный период хранения, с весны рекомендуем их обязательно прогревать. Еще хотел сказать несколько слов о нашей компании. Наша компания уже очень давно работает на российском рынке. У нас в линейке запатентованных сортов 34 сорта на данный момент. С 2018 года компания Норика Слави является, компания Норика является обладателем всего селекционного материала компании Фридс Ланге дополнительно еще. Работаем мы в разных регионах России. Оригинальное семеноводство мы проводим. Здесь вот ребята рассказывали предыдущие, что север Москвы – это комфортная зона. Но мы еще севернее. Мы в Архангельске, на островах, в Северной Двине находимся. У нас там два острова. Мы там черенкоем, у нас там мини-клубни. У нас первое полевое поколение. Мы одни из первых в России, кто ушли туда, на север. Там развиваем наше оригинальное семеноводство. Дальше материал мы спускаем чуть-чуть поюжнее. Для нас южнее это Карелия, для нас южнее это Вологда. И сейчас вот с этого года дополнительно мы добавили вологодские хозяйства, в Карелии площадки. Дополнительно добавили площадки у нас в Новгородской области, в Псковской области. Два хозяйства в Подмосковье, в Республике Мариэл. И есть хозяйство в Калужской области. Поэтому выбор площадок компании «Ной реки» довольно огромен. Еще раз хочу повториться, сказать, что программа семеноводства у нас минимум рассчитывается на 5 лет. Поэтому беспокоиться не о чем. Семенного материала хватит абсолютно всем. Ну и еще хочу сказать, что все наши сорта, они являются запатентованными. Они охраняются законом. И работая с оригинатором, вы что получаете? В первую очередь это оригинальный семенной материал. Не позднее 3-4-5 года мультипликации от мини-клубней. Вы получаете материал, который засертифицирован, который имеет сертификат соответствия, который имеет карантинный сертификат. Это материал, который выращен именно в семеноводческих хозяйствах под руководством нашего отдела, который занимается именно программой семеноводства. Также вы имеете возможность общаться с агроотделом нашим, который оказывает всяческую помощь нашим клиентам по постпродажному обслуживанию. То есть вы можете услышать от наших менеджеров все характеристики с уст оригинатора об особенностях возделывания того или иного сорта. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, будем рады. Всем хорошего дня! Прошу внимания, буквально вам представлены сейчас две новинки абсолютно новых два сорта, которые в этом году, в 2022 году только будут включены в реестр. Эти сорта реанируются в том числе и по Ростовской области. Они уже в этом году по результатам 2021 года показали исключительно хорошие результаты, в том числе и в Ростовской области. Чем же интересны эти сорта? Сорт Спринтер. Раннеспелый сорт. Как вы заметили, что на уровне всех остальных сортов он выделяется своей крупностью, выровностью. И, конечно, сорт с привлекательным видом. Сорт Нематода устойчивый, Рак устойчивый. Накапливает достаточно быстрая урожайность на уровне, чуть, может быть, позже Ривьеры, но раньше Коломбо сорта. Это так, для сравнения. Урожайность стабильно высокая. Мякоть светло-желтая. Форма удлиненно-овальная. Второй сорт. В отличие от многих сортов, сейчас появляется востребование в сортах с белой или кремовой мякотью. Сорт Флагман. Средне-ранний сорт отличается отличным вкусом, хорошим клубненакоплением, выровненностью гнезда. Вы можете заметить, что сорт, который представлен здесь, вот куст выкопали, он... Все клубни одинакового размера, выровненные. Очень похож на сорт Ривьера, визуально. Но белая мякоть, которая сейчас, еще раз повторюсь, очень сильно востребована, и у нас его просто очень сильно много спрашивают, именно с белой мякотью сорта. Здесь я, по-моему, не заметил ни одного сорта с белой мякотью. Все в основном с желтой. Вот буквально неделю назад был в Северной Осетии, сказали, там пироги знаменитые осетинские пекут только с сортами с белой мякотью. Сорта и данный сорт очень как раз подходит, потому что вкусовые характеристики у него очень хорошие. Сорт также нематоноустойчивый, ракоустойчивый, а средне-ранние группы спелости. Ну вот, вкратце все по этим сортам. Продолжение следует...